Добрый вечер, братья и сестры! Хотел бы сегодня тоже дать несколько комментариев, потому что некоторые просили дать комментарии. Значит, первое, что я хотел бы обозначить, это то, что мне задан был вопрос под новым видео, которое вышло недавно, несколько дней назад, о том, что касается того, что Навального вернулся, его арестовали, он призвал народа на улицу выйти. Дорогие братья и сестры, я уже многократно вам говорил и повторюсь еще раз. Дело не в том, во-первых, вы говорите, не надо, разговор идет по поводу на улицу, выходить или не выходить. Конечно, нет. И даже объясню, почему. Потому что дирижеры стоят одни и те же, и за теми, и за другими, понимаете? И попытка, то, что призывают вас сейчас, о том, что нужно выходить, протестовать, против чего протестовать, спонсируют Навального те же самые люди. Понимаете? Нет? Сейчас сколачивается леопатриотическая, крупная партия, там, коалицию они создают и так далее. Они тоже будут призывать вас на улицу. Зачем? Вы зачем выходите? Они что? Они же ничего нового не предлагают. Они предлагают снова возврат к социализму. Вы хотите снова социализм? Я чуть не могу понять. Еще раз говорю, вы опять, это называется, наступить на те же исторические грабли. Господь не этого ждет. Еще раз говорю, не протесты людские. Хоть вы запротестуйтесь, хоть вы там протесты, хоть вы там боритесь, там, деритесь, что хотите. Там, я не знаю, такие стычки устраиваете, провокационные, вот это вот, иди на обострение. Опять же, на чего, на что вас призывают? На восстание. На восстание. На очередную революцию. А слово революция рев Люцифера. То есть пойти, вас призывают снова, пойти по пути Люцифера. Восстать опять и пойти его путем. В результате вы что, мы что получим в итоге? То же самое. Вы за Люцифера выступаете, потому что революция будет очередную призывать. И в результате это и будет. Но Господь-то не этого ждет от нас. Он ждет покаяния. Народ русских согрешил. В тихчайшие грехи на народе лежат. Без этих покаяний ничего не будет. Еще раз говорю, братья и сестры, не надо никакие протесты. Типа покаяние. Только покаяние всенародное. Ничего другого быть не может. Все остальное, это все лабуда. Полная. Потому что если придут эти звери, которые сейчас рвутся к власти, им нужно просто взять власть. И все. И все. Вот эти кто сейчас рвется? Навальный, коммунисты и все остальные. Им нужна власть. Для чего? Опять вершить свои дела беззаконные. Кормушки опять добраться, опять обворовывать так же народ. Что вы хотите сказать, когда был Совок, что при Совке не обворовывали? Воровали так же. Такими же масштабами воровали. Только втихаря это все делалось, потому что была цензура. На телевидении никто об этом не говорил, все замалчивались это. На воровство-то было в таких же масштабах шло. О чем мы говорим? Все то же самое происходило. Поэтому, братья и сестры, вы не с тобой идете. Не надо ни на какие протесты уходить. Сидите дома. Я вам еще раз говорю, не надо этого делать. Это гневит Бога. Вот эти протесты гневят еще больше Бога, потому что Господь дал справедливое наказание Руси за техчайшие грехи. Наказание дало Руси за отступление от Бога, за рушение храмов, за нарушение соборного беда, наверное, в дом Романовых, за допущение ритуального убийства царской семьи и так далее. За аборты, за служение сатанистам, за участие в гражданской войне, в которой сколько людей поубивали брат-брата. Эти техчайшие грехи лежат на народе русском. Как камень лежит. И Господь ждет покаяния, а в результате народ говорит, нет, да ну плевать на эти грехи, мы все равно восстанем и опадем. Естественно, как вы считаете, что в результате что это даст? Это даст еще больший гнев Божий на нас. И Господь может упустить и военные действия, нападение на нас, новую войну, которую мы уже не выдержим. Мы можем и не выдержать этой войны. И Господь может еще жестче наказать Россию. И это будет справедливо и правильно, потому что народ не покаялся, народ не хочет идти к покаянию. Поэтому не тем вы, ребята, занимаетесь. Не тем. Не надо слушать их провокаторов. Всяких Навальных, там, Зюгановых и же подобных. Мироновых и... И как бы они ни назывались, Сурайкины, Прилепины, Семигины и и же подобные. Не надо этого делать. Еще раз повторяю, не надо. Покаяние ждет народ. Господь ждет покаяние. Русь и так настрадалась. Очень много крови уже пролито. Зачем еще лишнюю лить кровь? Мало крови пролилось русской. Все мало, все еще хочется пролить кровь. Я призываю, Случай, братья и сестры, Сейчас покаянию. Еще раз. Во-вторых, боритесь, Вот как я и другие люди, Искренне болеющие, Борются. Боритесь с тоталитарными сектами, Которых расплодилось внутри церкви, Энное количество. Вот с ними надо бороться. Вот лучше туда направьте свой пыл. Бороться с этими. Обличать экуминизм. Обличать тоталитарные секты, Различного толка, Которые под видом, Такие как на Среднем Урале, Вот сейчас секта тоталитарная внутри православия. Чебаркульская секта, Пензенская секта, И так далее, и так далее. Их много. Вот с этим надо бороться. Вот с этим направьте, боритесь. Понимаете? Вот с этим надо бороться. Они, это, Хотя бы начните борьбу, А не идти на протесты за коммуняками, Очередный раз, Под красными знаменами. Надеюсь, я на ваш вопрос ответил. Там завал, Кто-то в комментариях. Я говорю, На ваш вопрос я ответил. Не надо никуда участвовать. Ни в чем. Второй момент. Хотелось бы еще обозначить Вовплещонин вопрос, Касающийся, Опять же, Бесноватого, Некто-Русского, Который там отвали, Явный почитатель Культа Культа И секты, Тоталитарной Чебаркульской секты, Имени Отрока Вячеслава. Хочу сказать, Он там, Говорит о том, Он там перепалка у него была, Судя по поводу субботы. Хочу напомнить Умникам, Отдельным умникам, Вот я могу сказать, Что этот некто русский, Ижеподобный сектант, Не то, что они читали писания, Они его даже знать не знают, Что там написано. Не изучали вообще, Никакого изучения, Не даже смысла не вникали. Так вот, Я хочу напомнить вам, Важная деталь, Братья и сестры, Запомните это, Не ведитесь на это, На это вранье. Во-первых, Суббота, Ветхом Завете, До Христа, До рождения Христа, До Нового Завета, Субботой назывался Седьмой день, А не шестой. В бытии, Первой или второй, Первой главе сказано о чем? О том, Что шесть дней Господь Створил, А в седьмой день, Субботу, Почил, Отдохнул, От своих дел, То есть, Ничего уже не творил. Суббота, Именно седьмой день. Десять заповедей, Моисею, Которые давались, Что говорит четвертая заповедь? Шесть дней работы, А седьмой день, Субботу, Посвящи Богу. То есть, К чему я вам хочу сказать, Что седьмой день, Суббота, Она была седьмым днем, Понимаете, Нет? Это седьмой день по счету. И сейчас он идет седьмым днем, Суббота, Потому что воскресенье, Это первый день недели, Просто нумерация недели идет неправильно, Искаженная, Специальная, Большевиками была искаженная, Коммуняками. Воскресенье, Это первый день недели считался, На Руси, До революции. А суббота снова подала седьмым днем, Понимаете? Седьмой, А не шестой. А шестым днем сделали это фарисеи, Законники. Вот кто это сделал. Шестым днем. Это ж... Жиды это все сделали. Иудеи. Исказили все. Не понимая смысл. Поэтому суббота, Это седьмой день, А не шестой. Читайте ее Писание. Читайте Бытие. Читайте книжи Моисея. Читайте заповеди Божьи. А сектанты в очередной змеи убеждаются, Что они вообще не знают об этом. Не читали ее Писание. Поэтому прежде чем слушать таких сектантов, Важных, разных и так далее, Задайте себе вопрос. Если они даже Писание не знают, Прочитайте сами. Я вам даже ссылки назвал, Какие книги нужно почитать. Бытие. Пятикнижие Моисея. И кстати, Никогда не называйте Пятикнижие Моисея Торой. Тора это жиды так называют. Опять же, искаженные Пятикнижие Моисея. Потому что настоящие Пятикнижие Моисея, Оно так и называется Пятикнижие Моисея. Никаким другим словом оно никогда не называлось. И еще, что хотелось бы сказать По поводу еще Чебаркульской секты. Простите меня, пожалуйста, Ребенок умер, ему было 10 лет. Так? Он до 11 лет не дожил. Встает вопрос. Ребенок, Как его мать утверждает, Что рукописи были написаны, Обвиняя в том, что Наталья их своровала, Рукописи. Вот вопрос стоит очень простой. Ребенок в 7 лет только пошел в школу. Обычно к первому классу, К концу первого класса, Только выучишься. Это 8 лет он научился писать. Простите, это он что? С 8 до своей смерти, А он еще болел в придаче, Лежал какое-то время в больнице. Это он за это время что? Я извиняюсь. Писал тома? Вот эти, как она говорит, Рукописи писал? Откуда он мог писать? Ребенок малолетний был. Это он что, в школу не ходил? Ничего? Только сидел писал. Понимаете, абсурдная ситуация? Вот когда вы это слушаете, Бред, который она несет, Это ее мать, колдовка эта, Масонка. Масонство и ложе состоящая. Колдунья. Вот вопрос вам. Вы немножко вникайте. Что он говорит? Как он мог такие рукописи написать За 2 года? Он вообще в школу не ходил. Хотя почему-то соседи все говорят, Что он в школу ходил, И был обычным ребенком. Об этом все говорят. Я общался с людьми, Которые его соседи его знали. Мы туда ездили, Я разговаривал с этими людьми. И могу подтвердить вам, Что вранье. Никакого он не был особо ребенок. Обычный ребенок ходил в школу. Это подтверждали его соседи, Которые знали ее. И знают, что она аферистка, И мошенница. И что у нее нет ни стыда, ни совести. Что она на костях у... Ребенка, который умер от царкомы, Делает деньги. Потому что при жизни у него не получилось его Экстрасенсорным способностям научить, Чтобы он колдуном стал по дальнейшему. Когда она его возила по везде, Везде и всяк, Где она только не возила, По Москвам, по всем этим 90-х годах, По экстрасенсорикам всем эти возил. Колдуна из него делали. Способность в нее выявляли. В результате Господь пожалел ребенка, И по сути тихчайшей болезнью спас его душу. Вот. Поэтому вопрос стоит, Как это за два года можно было не учить? При этом он учился в школе, Каждый день ходил, Как и все нормальные дети. И он умудрился написать такие рукописи, Которые Наталья своровала. Понимаете, что это бред полный? Еще раз говорю, Если такая умная мать, Пускай расскажет события дальше. Что будет дальше происходить? Подробно. С конкретными фамилиями. Еще раз повторюсь. Если она это пускает, То выступит, скажет. Если она рукописи украла. Почему Наталья знает об этом? Она не знает. Еще раз повторюсь. Да потому что она не видела ничего. Братья сердца. Немножко думайте, Включайте мозговую деятельность. Подумайте об этом немножко. Тоже включите голову. Ну, ваша голова не для того дана, Чтобы в нее только еду кидать. А все-таки там же есть умдан, Для того, чтобы вы думать могли. Вы же понимаете, Со света ставьте факты-то. Как? Может, извините-ка, Наталья, Подробности такие, Явно, как человек, который видела будущее, И человек, который не видел будущего. И все искажения, Весь материал, Который, опять же, С Натальей выдали, Выдоили все, что можно было. Исказили его, Потому что там про коммуняк Не захотелось писать, И про других. Все извратили, как надо было. И в книжечке это поет, Бред сивой кобылы. Извращенный полностью материал. Так я уже говорил, Галаев искажен был. Журналистка, Которая брала интервью Натальи. Записи делала, Рукописи эти делала. И встает вопрос, Так кто у кого своровал-то? Во-первых, Как раз таки они своровали, Потому что, во-первых, Они извратили материал Божий. Это то, что Господь, Важный информатор, Они ее извратили. Страшно. И, во-вторых, Это тут чушь собачь, Уже сега полсути ересь, Потому что извращенный материал полностью, Где, когда правду смешивают с ложью, Это уже не правда, Это ложь уже. И вот эту ложь они издали под книгами Вот так, Вячеслава. Вот и все. Вот вам ответ на все вопросы. Анализируйте, Сопоставляйте факты. Надеюсь, братья и сестры, Вы услышали меня и поняли, О чем я сейчас сказал. Я еще раз повторюсь, По природу первой темы. Не на протесты сейчас нужно ходить, Не надо орать ходить, Извините, С флагами коммунистическими, А покаяния Господь ждет. Иначе будет еще больше, Господь накажет. Россию, это я вам уверенно могу сказать, Что если мы не покаяемся, Господь еще больше даст наказание России. Вплоть до того, что война даже, Возможно, даже война будет. Вот, это первое. Вот я вам поэтому еще раз говорю, Вот, подумайте об этом. На этом заканчиваю свое выступление. Храни вас всех Господь, Царица Небесная. Читайте Святые Писания, Еще раз повторюсь, Внимательно читайте, Не слушайте всяких людей, Бесноватых, А читайте Писания, Все там сказано, Внимательно изучайте, Не просто читайте, А изучайте, И поймете, О чем идет разговор. И молитесь больше, И больше каетесь, Поведусь, причащайтесь. И у вас все, И Господь благодатью Будет вам покрывать, И вразумлять, Как в той или иной ситуации поступать, И как что принимать, И думать об этом. И подскажет вам, Святой Дух, Как нужно правильно мыслить, И не подпасть под влияние Подобных бесноватых сектантов, И тем самым погубить душу. Храни вас всех Господь, Царица Небесная, И Батюшка Серафим. Аминь. Субтитры подогнал «Симон»